Доброе апрельское утро, страна! В прямом эфире Доброй Ранец Беларусь, в студии Ольга Рыжикова и Тео. И, кстати, знакомы ли вам, друзья, такое слово, как медиация? Если да, то для вас есть интересная информация. Готовится в Беларуси программа по внедрению медиации в школы. Но если нет, то вам будет вдвойне интересно послушать. Заместитель директора учебно-практического учреждения Центр Медиация и Право Ирина Орловская. Доброе утро! Ирина, доброе утро! Давайте, вот, наверное, многие путают медиация, медитация, да? Давайте разберемся, что такое медитация, наверное, с большего мы все знаем. А вот что же такое медиация? Медиация — это достаточно молодое явление в нашей стране. Чтобы понять, я, наверное, скажу, что это способ мирного урегулирования конфликта с помощью нейтральной стороны, медиатора. В урегулировании конфликта участвуют сами стороны, и основой всему являются их интересы. Они сами предлагают решения. Я понял, что в 90-х очень были популярны медиаторы, которые разруливали споры. А, вот эти вот парни главные, которые во дворе. Мне кажется, сейчас вот если говорить о школе, все-таки такой, ну, центр разруливания, если так можно сказать, это все-таки преподаватель. Правда, да? Обычно вот к преподавателю все бегут, говорят, Мария Ивановна, обидели там, помогите. Или кто должен выступать в этом зену? На сегодняшний день в школах это, конечно, администрация, это социальный педагог, это психологи. И в основном носит такой административный характер в разрешении спора. А медиация, вот почему мы взялись за школы и хотим внедрить медиацию в школе, это чтобы сами ученики, сами учителя участвовали в разрешении конфликта, чтобы было предупреждение в дальнейшем неповторении сложившейся ситуации. Ну, сейчас, насколько мы понимаем, у вас, скажем так, ну, словно эксперимент некоторый проходит в стране. То есть это пока, наверное, какие-то единичные случаи в школах. А вообще, как вы собираетесь внедрить медиацию во все белорусские школы? Вообще, есть ли это в планах? Это в планах у нас, конечно, есть, но это, естественно, не только сила нашего центра. Здесь мы будем в основном рассчитывать на поддержку Министерства образования, потому что в первую очередь это те структуры, которые занимаются у нас тем, чтобы образование было правильным и качественным. А наш вклад уже вот в работу Министерства образования в том, чтобы создать в каждой школе службу примирения, где будут участвовать и школьники, в основном школьники, так как чаще школьник открывается своему сверстнику, нежели взрослому человеку. А они будут ходить с повязками? Наверное, да, как вот дежурные. Что же там за обиды такие у школьников-то серьезные? Ну, обиды разные. Ведь школа — это место, где собираются люди из разных слоев населения, и разные национальности, и разные какие-то религиозные конфессии. И, естественно, есть спор. Они возникают. Либо это сплетни, либо это может быть даже незначительный повод. Потом в классе он раздувается в достаточно большое, где детям некомфортно, где они настроены на то, чтобы просто решить конфликт, а не обучаться. Поэтому вот мы идем к тому, чтобы создать эту службу, чтобы конфликты, они ушли на второй план. И все-таки школа, она была школой, где получают знания. Форумы, кстати, идея хорошая, так как, помните, в классическом фильме. Ты кто? Я дружинник. Он заходит в класс, говорит, ты кто? Я примиритель. Медиатор. Кстати, есть у вашей уже... На самом деле это должно быть. Надо как-то, если в школе есть служба, то, конечно, они должны знать, иначе для чего она есть. Мы должны хотя бы знать номер школы, в которой такая служба уже есть, в которой вы работаете. У нас практически не осталось времени, но все же есть одна школа. Есть 30-я школа, и сейчас мы на стадии обучения учеников и учителей. Надеюсь, в конце года уже такая служба будет в этой школе и в Гродно, в 38-й школе. Спасибо огромное. Спасибо, Ирина, за интересную информацию. Теперь мы знаем, что такое медиация.